мое почтение и я александр михельсон и сегодня в лайф обзоре новое восьмое поколение volkswagen passat как говорят американцы это all new то есть полностью новая модель как видите дизайн автомобиля изменился категорично теперь это так называемый граненый дизайн с очень резкими гранями резкой оптикой узкой решеткой радиатора сделано все чтобы придать модели стремительности внешнему виду хотя силуэт сохранился когда первые изображения автомобиля только появились было впечатление что на картинках не passat а именно спортивная версия passat cc но оказалось что это все-таки новый passat его восьмое поколение сбоку как видите тоже граненые резкие такие рельефные формы и отдельно дизайнеры автомобиля подчеркивают что ручки дверные ручки интегрированы вот в эту характерную полоску которая идет от оптики в начале и заканчивается вверху заднего фонаря тоже элемент который должен придать автомобилю стремительности но несмотря на резкость линий смотрится автомобиль довольно спокойно сделано это естественно намеренно за спортивностью volkswagen отвечает четырехдверное купе passat cc а просто passat это скорее вечные ценности солидность надежность и практичность и аудитории этих моделей ни в коем случае нельзя вводить в заблуждение и путать дизайнерскими несоответствиями теперь чтобы завершить круговой обзор давайте заглянем в багажник он увеличился на 21 литр и теперь он составляет 586 литров объема открывается он вот таким хитрым образом у меня всегда есть опасение что это может штука прижать пальцы нужно нажать вот сюда и как-то быстро руку убрать но тем не менее вот такой вариант значит закрывается багажник обычным образом вот эта кнопочка не значит что здесь чего-то нужно махать руками нет просто она обозначает что нужно вот таким образом потянуть вниз и закрыть багажник но это самая самая дешевая базовая версия внутри багажника запаска причем вот эта часть пол багажника удобным образом просто подвешивается ну а внутри мы видим на металлическом диске запасное колесо чтобы закончить внешний обзор и начать с салоном предлагаю заглянуть под капот на российском рынке модель будет представлена с двигателями двух вариантов объема 14 и 18 литра и мощность самый минимальный двигатель сто двадцать пять лошадиных сил самый максимальный 180 всего на российском рынке будет представлено три версии базовая тренд-лайн ее цена стартует от 1 миллиона двухсот семидесяти тысяч рублей начальная цена следующей комплектации комфорт-лайн один миллион четыреста двяносто девять тысяч рублей и топовая версия highline будет стоить от одного миллиона семьсот двадцати пяти тысяч рублей на данной конкретной модели установлен двигатель с объемом 1 и 4 литра но его мощность 150 лошадиных сил теперь закрываем капот и движемся в сторону салона но как видите здесь полный орган к немецкий порядок все тоже как и снаружи очень выверена четко жестко и гранена я говорил что вот этот элемент элемент трех полосок на решетке радиатора обыгран в салоне он действительно здесь обыгран посмотрите вот практически тот же самый элемент но только там все три вот эти полоски хромированные а здесь только две еще один элемент который видимо призван добавить статуса автомобилю это аналоговые часы такие есть например у самой старшей у флагманской модели у фаэтона модель оборудована системой без ключевого доступа кнопка запуска находится вот здесь не на привычном месте на панели а вот здесь рядом с селектором автомата ключ просто должен находиться в салоне нажимаем кнопку заводить я машину не буду и вот как видите загорается один достаточно большой монитор причем качество у него вполне приличная второй монитор загорается вот здесь между спидометром и тахометром но в максимальных версиях у пассата есть вариант с полностью электронной панелью такой как на свежий audi q7 или скажем на audi tt на которой в общем-то этот монитор и появился впервые еще один элемент который мне кажется понравится тем кто любит агрессивную спортивную езду вот такой дизайн руля вот такой элемент который применяется в спортивных автомобилях в основном плоская нижняя часть все остальное сделано достаточно просто но видно что продумано качественно отличная эргономика но и предыдущий пассат этим отличался вообще немецкие автомобили в этом смысле наверно действительно лучшие здесь ни к чему не нужно тянуться ни о чем думать не нужно все понятно прозрачно и вот один раз усевшись нормально в кресле кстати тоже удобном уже все ты ты на рабочем своем месте все кнопочки все рычажки руль все все на месте ты все видишь нигде ничего не перекрывается и можно заводить автомобиль и ехать но а ходовых качествах машины я буду конечно же рассказывать уже в ходовом полноценном тест-драйве покажем еще несколько наблюдений по салону ну и наконец последняя дисциплина в нашем лайф обзоре это сидение сзади здесь особенно ничего комментировать не буду вот это сидение достаточно сильно сдвинуто назад вот видите вот стойка она даже чуть чуть дальше стойки сдвинута задней тем не менее посмотрите расстояние от коленок до спинки переднего сидения сзади места реально много на этом я прощаюсь с вами смотрите мои вот такие лайф обзоры большие тест-драйвы ходовые тест-драйвы на сайте михельсон тиви на канале в ютюбе кстати подписывайтесь последнее время выходит довольно много свежего видео и подписчики получают информацию об этом в первую очередь ну и традиционно я вам желаю удачи на дорогах счастливо